Совершенная новая область знаний, которая пришла для уничтожения христианства. И выросло мусульманство. Почти 2 миллиарда рядом. Если восстанет Татарстан, он перерубит Россию пополам сегодня. А это рядом. И вот сколько считали, ни одного слова нету, чтобы кто говорил, что они считали Библию, что они считают Евангелие, там где-то... Ни слова нету, нету, оно никак не сходится. Одна фраза, Марка 16, 15. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Все, все остальное просто ветром сдунет, вот это то, что считали. С кем писали, какой постелись. Никакого отношения это не имеет к Новому Завету. Никакого, ни одной буковкой. Как будто никто не видит. Вот сейчас все монахи собрались, от первых до последних. Вот они все стоят, я им это говорю. Что они скажут? В Библии ни у кого нет в руках. Евангелие ни один не считает, как будто бы. Когда умрешь по Евангелию, Бог будет судить 12.48 Евангелия Теана. Слово, которое я говорил, а не то, что сказал там Симеон или кто-то. Если они говорили по Евангелию, то поэтому и спасайся. Но тут ничего нету. Какую власть имели император, почтил его басни. Губительные, страшные басни мы слушаем. Да, история, ему надо это знать, отвечать человеку. Уроки так составлены. Но на суде Божьем другой экзамен будет. И что делать? Ничего не сделать. Но ты для себя знай, где можно там и говори. Евангелие проповедуй. Монахам подавай. Нигде этого нет, что спрячьтесь от народа. Как еще ты был митрополитом, Кирилл, нынешний патриарх говорит. Миссия это движение, движение. А мандра это стена, архимандрит. Мандрит, заточение туда. Разговаривать, наверное, нельзя. Я насчитывал жития, я знаю, о чем говорю. Без слез считать нельзя. Он сидит там, один в горах, богатый дворянин. К нему узнали, где он. Приходят родные, он их узнает всех. Он молится. Они говорят, приди к нам. Мы ничего о Боге-то не знаем. Ну, приди, расскажи, ты же в плену был, тебя Бог избавил, по воздуху перенес. Ты расскажешь нам все. Он никак. Молится ему, кто-то открывает, что-то бесы пришли. Это жития Петра, монаха. То есть все, что из Евангелия стало бесовским. Вы маленько, если слышите меня, думайте об этом, думайте. Я ни к чему не призываю к тому, что будет суд Божий. Суд Божий. А не то, что вот он 20 дней не спал. А что бы спать-то? Он не на 12 этаже работает. Хлюпница встанет рядом. На высоту полтора метра голова. Вот когда Бог это откроет, я уже не нужен буду говорить это. Никогда. Вы сами будете говорить, кричать, плакать. Что с нами сделалось? Сектантство, все возникло на основании того, что не было проповеди. Россия, русский народ, крещённая Русь в 988 году, а переводится на 1876. 900 лет Библии нету. 900 лет куда шли. И что породили? В мире не было такого крушения нигде. Каких людей воспитала Россия? Сами друг друга истребляют. Гражданская война. Почему в Германии не было, когда фашизм пришёл? Не было там её. Почему? Потому что законным путём пришёл Гитлер. Сегодня показывает всё это голосование. Сегодня вот столько. Завтра он летает на самолёте. Выступает, говорит. Страна в разрухе. Её поднимают. Как бы ни поднял войну, ни тронул евреев-то. Это было лучшее государство в мире. А здесь друг на друга, друг на друга. Вот здесь наши есть... У меня дядя, там дедушка был. Священник. Его взяли. Арестовали. Расстреляли. Брат был у него. Расстреляли. Ведь речь идёт не о двух-трёх человеках. Расстреляли. Где это было, чтобы сельского труженика, самого хорошего убивали? Это всё порождение православия. Вожди православные. Сталин семинарию учился. Каганомич окончил семинарию. Они ничего не узнали о любви Божьей. Рано или поздно Бог накрыл этой крышкой. И царь под нож пошёл цариться. Девушки пошли. Книжные четыре. Думать-то есть о чём нам православном. Надо научиться плакать. Просите у Бога слёз. Что с нами стало? Хуже нас никого на свете нету. Нету. Ни одни язычники не уничтожали друг друга. Не было этого. Как мы сейчас. Славяне славян. Не по два человека. А везде это было. Было. Не было такого. Никогда. Мы на исходе века. Нового. Который быстро окончится. У меня вопросов нету. Я просто слушаю. Ну хоть где-то. Хоть слово. Я начитывал 12 томов жития святых. Это 40 катушек. Каждая катушка 8 часов 20 минут. 4, жду 8, 30, 320, ну и там ещё. 330 часов. Часов полных. По 60 минут. Прослушать все жития. И нигде нету. Чтобы они. Вот. Решил человек послужить Богу. Как? В монастырь. В монастырь спрятаться. Мона. Это один. Мона. Монастырь. Всё. А почему обет не дать такой? Ты, сынок, грамотный. Вот такой, как Кисляков. Спиридон. Ему Бог открыл. Он единственный, который сказал. Я был полковым священником. Благословлял православных на смерть. На каждом корабле священник-то. И стреляли, убивали, их убивали. Когда в Японию стали привозить пленных, а там был как раз епископ Николай. И вот он говорит, такого безбожия нигде не было. Ни у японцев по их религии нигде нет. Ничего не знают люди. Табак знают. Иоанн Кронштадтский тот видит, когда 905-й год там отступали, где иконы бросили выкуп. Вот поэтому поражение. Не потому, что оружие взял. Убивающий мечом убить будет. Приняли их, приняли, пошли в плен. 13.10 откровения. Считайте. Вообще, он говорит, вообще не знают слова Божие. Совершенно. Касаткин. Это русский человек. В Японии он проповедует. Люди обращаются к Богу. А когда в своих пледах повели, он спрятался. Говорит, не с кем. Война идет. Он говорит, вы молитесь о победе, как знаете, а я как знаю. То есть молился тайно. А победа где была? Победа в вере во Христа. Мы ее туда пришли. Все хватали, хватали. Посмотрите на карте, где порт Артур. Китай. Посмотрите, где Аляска. Это все российское. Все хватали, и хватали, и хватали. И, наконец, подавились. Все отняли. И, наконец, Советский Союз расселся, как шрево змея, дракона. Ведь это не сегодня началось. А почему Евангелия не было? А так, любой бы взяли, ну и расстреляй, ну еще, я тебя боюсь, что ли. Я на небе буду. А ведь нет. Под караулю убью. Я не вопросы отвечаю, а ставлю их вопросы. Да вы ответите за это. Я отвечаю как раз за это. В 23 года я первый раз услышал слово Евангелие. Я перед вами живой. Я хотел быть террористом, отомстить. Я русский человек. Орленок, орленок, взгляди выше солнца. Вот это моя песня любимая была. Кто под красным знамением раненый идет? Щерц. То есть, я бы боролся с коммунистами. Меня приучили к этому. Это белое движение. Я у Каледина где-то был бы. Встреча с сектантами позволила мне свою жизнь пересмотреть в течение пяти минут. И я понял, я грешник, в аду горю. Я впервые услышал о Христе и впервые сказал в этот же вечер на корабле, сказал. Сектанты. Сектантом не было бы и я бы не был верующим. Евангелия бы не было у меня в руках. Скажет, с ума сошел старик. Что он говорит-то? А я и не старик вовсе. Во мне огонь молодого юноши. Куда ни пойди. Где Евангелия нет, смерть и ад. И вот сейчас что считали? Ни слова, ни одного слова нету. Что люди эти считали Евангелие, знают, что Христос умер, что призывает к миру, что большие, представьте, одного пахомия только с женским монастырем, 11 тысяч монахов, монахинь. 11 тысяч. Это 5 тысяч было бы посылали миссионерских отделов. 5 тысяч. Их ни одного нету сегодня. Тут вот местная. Давайте, когда мы зарубежная церковь приносим, давайте мы объединяемся. Как? Вместе работа. Давайте. Я говорю, давайте. Евангелие доставайте сами. Большое село. Вы с той стороны, мы с этой. На 3 часа людей приглашаем. Ночуемся. Вы сами питаетесь. Мы сами. Ну, в одном месте, раз мы уже друг друга знаем-то. Но людей будем призывать в патриархию. В патриархию? Ну, какое условие-то? Я буду говорить, и в конце вы не имеете храма? Нет. Ну, ну, пойдете тут к епископу. В Барнауле есть такое. Тогда не было митрополии. Отказались? Завтра ехать все отказались. А зачем это нужно? Как старобрядцы говорят, тысячу лет она лежала, пусть и дальше лежит. У нас старобрядческое мышление-то. Кому надо, Бог обратит. То есть мы враги. Враги Евангелия. Враги спасения своего. А сектанты поют. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Почему православных ни одной молитвы такой нету? Почему на исповеди священник не спрашивают, когда последний раз проповедовал? Когда шел по домам, Евангелие раздавал? Неслыханная вещь. Красные это и четыре Евангелия. Уже несколько миллионов проздали. Кто их финансирует? Крупно. И тоже не хотят раздавать. Нас примерно ставит еписком. Митрополит. Ну куда ни глянь, только мы никто. Мы как мусор на земле без Евангелия, без Христа. А историю эту дожил знать. А эта история на нас висит, как жорнов мельничный. В обличении нам. В соблазн. Мартин Лютер. Что он-то много сказал-то? Германия отпала. По сегодняшний день Лютеране. А куда вывели? А туда, что гомосексуалистов женят. А одно слово Яна Гуса из Чехии отпало. Через 75 лет проезжал епископ католический. И говорит, средняя женщина знает Евангелие лучше, чем средний священник католик. Это Милош Картахмил пишет. Вот какая сила Евангелия. А здесь, что ситали сегодня ни разу нигде. Оно не вписывается туда. Никак. Все, я задерживаю вас. Отошел. Нет, нет, не задерживайте. Спасибо Христос. Понимаете, я хочу сказать, что готовлюсь сейчас. Он не вписывается туда, да. Готовлюсь к проповеди дождик. Пролил Господь дождь огненный с неба. На нас не благодатный дождь прольется, а огненный. Я готовлюсь на субботу, когда батюшки нет, на проповедь. Какие дожди благодатные были. И царь воевал. Я про себя, говорит, солдат до гробовой доски. Вот и гробовая доска его настигла. Тоже пришел и как. Не пришел проповедовать царь Николай II, а пришел, себя представил. Изберите меня патриархом. А сидели митрополиты-патриархи, голову опустили, никто не сказал. А когда отреклись от царя временному правительству, благодарственность пошла. Грамоты какие. И даже Антоний Храповицкий послал. Теперь мы развернемся. Все слепые были. Развернулись, а куда? В гулаг. Соловки. Смерть. Уже рядом стоят и ничего не понимают. Троицкий где погиб? Почему? Сколько священцев погибло? Сколько было храмов? 57 тысяч. 57 тысяч храмов. Остало 4. 1250 монастырей. Сколько? Ни одного. Все под нож. Под нож. Вот здесь в Барнауле у нас Казанской Божьей Матери. Я там тюрьма, я там сотрудничаю. Я там сидел несколько раз в этой тюрьме. Не хотели так. Монахинь. Вывели и тут же крутой склон и всех расстреляли. Там источник бьет теперь. Их расстреляли. А теперь все это пишут Современники. Современники. Как это было. Кто была главной монахиня. Мы за одной ухаживали. Она инокиня была. За 2 или 3 дня они с сестрой вышли. Из монастыря и остались живые. И она все рассказывала. Александра Тимофеевна. Роза. Что там было. Как жили-то. Сколько людей. Представь себе. Это минимум 200 тысяч могли послать в народ. Это сегодня тоже. Вот в форпост фильм ставят. Перестал там жар его. Вот. Лонген теперь епископ. Перестал поминать патриарха Кирилла. Потому что он встречался там с Венедиктом. А то с папой. Римским. Тогда Венедикт еще был кажется. Не Франциск. А он ничего не сделал. А я сказал. Он ничего и не сделал. Там благословение получил. И все. Но они посчитали меня. Им давай тут. Все. Я говорю. У вас есть румыны? Есть. А украинцы? Есть. Белорусы? Есть. Ну. Посылайте по паре. Людей Евангелие в руки. Чтоб шли они к румынам. К венграм. Они меня сразу выщеркнули. Видно. В черный список занесли. Это сегодняшние люди. А такие добрые. Подбирают детей. Глухонема слепых. Это с ними возни столько. Вот он как любят его. И как дети обнимают. А рядом погибают. Какая страна нам, когда в абортариях каждый день 20 тысяч погибает. 20 тысяч младенцев еженемно убиваются в женской богине в шреве. В России. В России. А за 9 лет в Афганистане погибло 14 тысяч 700 всего. 14 тысяч 700. Это не полный день воевать надо. Один день. 9 лет. Там кричат, а здесь молчок. Сегодня таблицу выставили. При каком правителе России сколько убито младенцев. Это нельзя читать. По выкладкам Менделеева. Дмитрий Иванович и химикой. В России в 2000 году должно было быть 650 миллионов. Сегодня полную справку дают. А сегодня даже 150 нету. Пол миллиарда. Какой змей сожрал. Молчание. Это на совести монаха полмиллиарда висит. Открой глаза им, Господи. Пусть они видят. Чем собираются, занимаются. Сейчас там зарубежные собрались. Судят, что неправильно. Вот это, то, другое здесь делают. Неправильно. А у себя-то то же самое. Я там был, видел. Евангелие никакой роли не играет. Я тоже выступал там, говорил. Говорил это и в Жордан-Вилле, и в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сакраменто. Не знал, когда домой вырвусь оттуда. 92-й год. Все. Я хочу, чтобы этот огонь, который горит во мне, пролился в ваши сердца. Чтобы вы шли на Евангелие, проповедовали. А не такая маленькая кучка у нас собралась здесь вот сегодня. Вот даже сейчас на молитве-то тут, ну, от силы 30 человек даже нету. 6, 22. Да, может, побольше тут отошел кое-кто. А где остальные? По одному отходят, побыли здесь нету. Почему? Она идет в храм, ей там не говорят. А вы еще там с Евангелем трясетесь? Я же наблюдаю за обстановкой. Закрытый ушел. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, подождите, Мир, вам можно вопрос? Погромче говорите. Слышно? Вот так, говорите. Я сама, Ксения Михайловна, я сама из Астрахани, а сейчас нахожусь временно у мамы в гостях в Тамбове. Вот. И здесь я и мой сын маленький, 8 лет, мы, когда выходим на улицу гулять, мы видим, кому можно сказать, мы говорим о Христе. Говорим. Вот. А моя мама говорит, пожалуйста, не лезь к людям с этим, потому что после того, как я уеду отсюда из Тамбова, на нее начинают нападать. Пожалуйста, не лезь с Богом к людям вообще, молись где-нибудь в кустах там ходи, и все. Вот как мне поступить? Как поступали, так и поступайте. Вопрос оконченный. Каждый день и больше выступай, с утра до вечера. И там только единственный след останется, который вы сделали, а остальные только наследили и ушли из жизни. Ага, все. Ваши шаги ангелы считают. Когда в храм идет, а когда выйдет к живому храму, к человеку, он, наверное, не один ангел считает следы ваши. Вот вспомните, кем говорил, вот она. Ксения вроде, вот. Вспоминать будете ее. Я знаю, тут кое-кто понимает, это нашим, тут нельзя не понимать в содружестве. Вот к нам приезжали сколько, каждый день занятий, беседы, и все идет. Ну, надо же маленько-то глаза-то разуть. Все, спасибо большое. Храни Господь вас. А то, что мама говорит, что на нее нападать будут, ничего на нее никто нападать не будет, когда вы увидите. Вячеслав, нападают, вот в чем дело. Нападают на нее. Каждый год и так, но и то же. На нее кто нападать будет-то? Соседки. Она скажет, да это моя дочь, это же не я, и все. У нас соседка приходит просто к ней в гости и говорит, такие, говорят, как твоя дочь не должны жить на земле, лучше бы она умерла. Вот прям вот приходит и такие вещи есть. У нас соседка просто бесноватая. Такие бывают, может, колдуны она колдует, или шаманка какая-то. Вот поэтому. Только это всегда, это не надо это внимание обращать. Это колдуны какие-то обычно настолько бесноватые, что аж приходят домой. Все, поняла. Их зовут и пускать нельзя, на самом деле. Маленький рассказ. Мой отец Тихон, а у Надежды Васильевны, у жены, Василий Фадеевич. Ну, они где-то сидели вместе, говорит. Я не знаю, где-то. Ну, и что-то беседовали. Отец мой подвыпили, маленько-то. Ну, и говорит, вот учился и хорошо, все. Ну, вот что-то с головой сделалось, а за Бога ухватился, ничего. Он говорит, и моя где-то тоже дурочка такая. И нашли же друг друга. Так что все возможно. Вспоминать будут, что был, говорит, среди них пророк. А тут скажут, был среди нас порок. А тут скажут. А тут скажут. Продолжение следует...